Екатерина Рябова с нами на связи. Катя, доброе утро. Нам известно, что ежегодно в Крыму находят сотни безымянных бойцов времен Великой Отечественной войны. Как работают специализированные поисковые отряды у вас в регионе? В Крыму работают несколько поисковых экспедиций. Работают они в местах кровопролитных сражений. Это Джамушкайские каменоломни вблизи крепости Керчи, в других регионах Восточного Крыма. И сегодня об итогах прошедшего поискового сезона, о том, как продолжается работа по возвращению памяти. Мы побеседуем с нашим гостем Олегом Трифоновым, руководителем поискового отряда «Помним» поискового объединения «Крымский рубеж». Расскажите, Олег, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите о том, как организована поисковая работа в Керчи, как прошел прошедший сезон полевой. В этом году наше объединение провело три крупных вахты памяти. Весной и две осенью. Поисковый сезон был, конечно, очень удачным. Последняя вахта была вообще грандиозная. Принимало участие практически 400 человек было приезжих, сводных отрядов, приставов со всей России. Это проводилась впервые, такая масштабная вахта памяти на территории Республики Крым. И результаты были тоже очень хорошие. В рамках этой вахты памяти было поднято 95 бойцов, останков наших бойцов. Работали по всему городу. Произошло перезахоронение мы провели. Перезахоронили 156 останков бойцов советских. Трое из них именные. Один, кстати, был определен, эльтигенский боец Полозюк Иван Иванович, именно в рамках этой вахты памяти. И результат, конечно, даже мы сами не ожидали, что будет такой удачный. Но в основном, конечно, все бойцы неизвестны. Поэтому сегодня и праздник такой, День неизвестного солдата. Это памятная дата. Да, да, да. Скажите, каким образом удается определить личность бойца, возможно, выйти на связь с родственниками? Ну, конечно, идеальный случай. Ну, идеально это он и есть, идеальный, он редкий. Когда у бойца имеется весь набор документов, жетон смертный, так называемый смертник, с заполненной анкетой, она читается, тогда уже определить бойца легко, а потом уже идет поиск родственника, что бывает тоже зачастую очень сложно. Нам в этом помогают наши, так сказать, ветераны поиска. Это Дзюба Наталья Юрьевна, Сафина Татьяна Ильинична. Поэтому, как скажем, у нас есть кому обратиться. А также само определяют у нас эксперты Восточно-Крымского музея-заповедника. Тоже к ним обращаемся за помощью. Так что так. Ну, вот интересная была бы тема, если бы мы смогли создать базу данных ДНК всех неизвестных солдат. И это бы дало такую возможность создать свой архив по базе данных именно ДНК. И тогда бы родственники могли предоставлять свои сведения, свое ДНК. И, конечно, бы гораздо больше бойцов перестали быть неизвестными, обрели бы имя. Это было бы, конечно, идеально. Олег, скажите, вот как обычно реагируют родственники бойцов, когда с ними выходят на связь представители поискового объединения? Как часто приезжают сюда в Керчь для того, чтобы участвовать, допустим, в перезахоронении или, возможно, перезахоронить останки в другом месте? Ну, реагируют по-разному. Многие, конечно, стараются приехать, забрать останки своих родственников на историческую, так скажем, ихнюю родину. Некоторые, наоборот, находят, чтобы они были перезахоронены здесь, там, где погибли, с воинскими почестями, на больших братских, скажем так, кладбищах воинских, центральных. То есть каждый по-разному. Но в основном, конечно, стремятся забрать родственников на родину. Спасибо вам большое за информацию, за эту беседу. Я напомню, что сегодня в России отмечается памятная дата, День неизвестного солдата. В Керчи сегодня также пройдут приуроченные к этой дате мероприятия. В Аджамушкальских каменоломнях откроется тематическая выставка «Мы уполномочены погибшим». Она пройдет в скульптурных пилонах каменоломен, расскажет об истории изучения подземного гарнизона. Эта выставка дополнена новыми макетами, рассказывающими о том, как жила Керчь в годы войны. Мы непременно расскажем о новостях из жизни поисковых объединений в информационных выпусках. Коллеги, я передаю вам слово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...